Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Вернуть деньги за счетчики можно будет через суд. Такое решение было принято управлением ФАС по Самарской области. Камень преткновения – это техусловие на установку индивидуальных приборов учета, потребляемой воды, за которые граждане платили из своего кармана. Деньги собирали ООО ПЖРП11 и ООО «Управляющая компания ВАСКО». Так что теперь те граждане, которые оплатили за техусловия, могут обратиться либо к самим компаниям, чтобы те вернули уплаченную сумму, либо же непосредственно в суд с иском о взыскании денежных средств. Правда, на этом махинации в сфере ЖКХ не закончатся. Восемь страховых компаний привлечены к ответственности за навязывание дополнительных услуг при продаже полисов ОСАГО. В частности, дела возбуждены в отношении директора филиала ООО «Ренессанса страхования» и начальника Большеглушицкого страхового филиала ООО «Росгосстрах» в Самарской области. Прокуратура Самарской области сообщает, что виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 50 тысяч рублей каждый. Ранее по постановлению прокурора Октябрьского района города Самары к административной ответственности был привлечен директор филиала страховой компанией ВСК с назначением аналогичного наказания. Говорили, что ОСАГО убыточное. Вон, как некоторые компании навариваются. Туристов в Карелии больше, чем жителей. Об этом заявил глава региона Александр Худилайнин. В прошлом году Карелию посетило больше двух миллионов туристов. Фактически это рекордный результат. Особенно учитывая, что самих карелов всего-то 640 тысяч. Сейчас в республике активно строятся базы отдыха, а в ближайшее время планируется строительство нового аэропорта. Основными достопримечательностями Карелии являются Кижи и Валаам, а также многочисленные природные объекты республики. Был в Карелии безумно красиво. Рекомендую. А на сегодня это все. Хороших выходных.